Самая главная новость, что у нас сегодня ровно 800 дней, как сидит Сергей Иванович. Ну а фигуранты дела по уголовному делу сидят гораздо больше. Прошла еще одна неделя судов, что хочется сказать, что в Хабаровский край жители продолжают ждать неопровержения. Мы опять ничего не дождались. Все, что мы видим по последним судам, которые проходили на неделе, которая была, мы видим только, как судья Цой полностью поддерживает сторону обвинения, как прокуроры пытаются оскорблять подсудимых, непосредственно Сергея Ивановича, делать замечания адвокатам и прерывать процессы, если начинаются вопросы от стороны защиты к свидетелям стороны обвинения. Ну и также мы видим, какие свидетели от стороны обвинения выступают. У меня вообще сложилось такое впечатление, что собрали каких-то мошенников, каких-то обиженок на Сергея Ивановича, каких-то оборотней в погонах. И вот именно они дают какие-то свидетельские показания. При всем при этом они образовались в 2019 году. Напоминаю, что рассматривается уголовное дело по убийству предпринимателя «Азори», которое произошло в конце 2004 года. Все показания, все свидетели в 2019 году, когда начали фабриковать вот это громкое дело. Сергей Иванович молодец, держится, не дает трепать свое честное имя. Мы его все поддерживаем. Мы ходим на суды в Хабаровске, которые проходят по экономическому делу. Мы пишем письма, мы стоим в пикетах, мы выходим на площадях города Хабаровска. Да, сегодня у меня мероприятие, одиночное пикетирование. Суд моего пикета заключается в следующем, в первую очередь, передать привет лично Сергею Ивановичу. Многие знают, что я был у него на суде три раза. Мне удалось передать Сергею Ивановичу большой привет от хабаровчан, и не только от хабаровчан, а от многих людей по всей стране. Было ему отрадно слышать, скажем так. Он улыбнулся, передавал большой привет взаимно. Это один мой основной посыл к хабаровчанам. Чтобы вы все знали, что Сергей Иванович знает о вас, о вашей поддержке, помнит. Очень гордится своим городом, своим регионом, которым он руководил. Ну и вторая цель моего пикетирования – это снова обратиться к власти с посылом того, что Сергей Иванович сейчас как никогда нужен своего народу, нужен нашему региону. Поскольку мы знаем, какая секретация сейчас у нас в стране, во всех сферах. И он, поскольку он проявился как грамотный, толковый управленец, Сергей Иванович нужен сейчас нашему региону, для того, чтобы в первую очередь сплотить людей, управлять регионом, скажем так, так, как требуют нынешние обстоятельства. Поскольку сейчас, в условиях, в нынешних условиях, то, что происходит сейчас, проводится спецоперация на Украине, проводится какие-то социальные проекты в нашей стране, нашему региону, в частности, нужен толковый, грамотный руководитель, таким является Сергей Иванович Кургал. Валите отсюда, подписчики! У нас ютуб-канал заблокировано, американское фашистское государство. А ты качаешь Майдан и госприворот. У тебя ютуб-канал работает, и никто его не забьет. У нас более 20 каналов национально-заводительного движения в РОКУ, потому что у нас повестка за отечество. А твой канал, как раз несет на 10 миллиардов, тысяча подписчиков, да, при этом? Валите отсюда! Очередная провокация. И вот опять эту тварь показывают. Вот она у него, на пузе, который уничтожает наше отечество. Это порядочный человек. Валите! Вот поэтому я вам и предлагаю покинуть территорию митинга. У вас враждебная повестка наше отечество. Валите отсюда! Валите отечество! Ваше отечество мы знаем, Соединенные Штаты Америки. А наше отечество, Россия. Так что идите сбоку, ребята. Все страны нормальные. Все страны нормальные. Потив нас, Соединенные Штаты, ведут войну. Вы выступаете на стороне врага, конечно. Я просто говорю, не надо ни с кем бояться. Даже на вас, знаете, даже на вас времени хочется тратить. Валите отсюда! Уважаемые жители города! Сегодня Штаб национально-освободительного движения НОД Хабаровск проводит акцию, посвященную восстановлению суверенитета нашего отечества. Идет сбор подписей ИСОВ за расследование незаконных действий Горбачева по уничтожению органов власти Советского Союза. Не оставайтесь равнодушными. Подходите! Оставьте свою подпись за восстановление суверенитета нашего отечества. Спасибо!